В эфире Петровка 38. Я Алексей Качкин. Здравствуйте. На северо-западе столицы полицейские проверили стройки, автосервисы и кафе, где трудились иностранцы. Цель рейда – найти нарушителей миграционного законодательства. Как выяснилось, не все приезжие жили и работали в России легально. В отношении 16 приезжих были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренного статьей «Нарушение правил въезда в Российскую Федерацию» и незаконное осуществление трудовой деятельности. Все нарушители заплатят штрафы. Пять человек будут депортированы. Полицейские устанавливают организаторов нелегальной миграции. А на северо-востоке Москвы в полицию были доставлены рабочие, которые устроили бои без правил на стройке в районе Свиблова. После драки два человека оказались в больнице. Свидетелями разборок стали местные жители. Они и позвонили в экстренные службы. Крики и шум было слышно даже с верхних этажей. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Двух участников потасовки вынесли на носилках. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В Москве семилетний мальчик возвращался с занятий в музыкальной школе и забыл на остановке трубу. Этим воспользовался прохожий. Мужчина забрал инструмент стоимостью почти 30 тысяч рублей. Сел в автобус и уехал. Злоумышленник не догадывался, что попал в объектив камеры наблюдения. По ним полицейские отследили маршрут подозреваемого и задержали его в районе Капотня. Инструмент изъяли и вернули владельцам. Мой сын может продолжить обучение в школе благодаря вот такому хорошей и профессиональной работе полицейских. Задержанным оказался 23-летний гость столицы. Ему уже предъявлено обвинение в краже. Житель Мурманска приехал в Подмосковье и за 7 месяцев заработал себе на машину. Он купил земельный участок, но не для того, чтобы выращивать овощи и фрукты. Мужчина собирал совсем другой урожай, для производства и хранения которого построил сарай. В нем сотрудники полиции обнаружили и изъяли 122 канистры с жидкостью, подносы и стеклянные лотки с остатками вещества, электронные весы, оборудование для синтезирования наркотика, а также два свертка с порошком весом примерно 2 килограмма. Экспертиза показала, это мефедрон. Сырье для него наркоделец получал через тайники-закладки. За 7 месяцев мужчина успел продать 15 килограммов готового продукта. На этом заработал более миллиона рублей и купил автомобиль. Возбуждено уголовное дело. 28-летний задержанный будет отвечать за незаконный оборот наркотиков и за легализацию преступных доходов. Трудолюбивый житель Майкопа использовал любую возможность, чтобы заработать. Он был курьером, но мог надеть и костюм охранника, чтобы прийти в нем в ювелирный салон, а уйти оттуда с большими деньгами. Какой бы образ не примерял на себя мужчина, однажды его рабочая смена закончилась в отделе полиции. Максим Ларин расскажет подробности. Между делом, этот доставщик еды решил немного подзаработать. Гассу и наличку, быстро! Такие методы незаконны, но крайне действенны. Меньше минуты и выручка из кассы оказывается в кармане вооруженного налетчика. Спустя несколько дней все повторяется. Злоумышленник уже в костюме охранника, но неизменно с пистолетом в руках. Мольбы продавцов остаются без внимания и доход злоумышленника снова резко увеличивается. В дневное время неизвестный в маске входил в магазины и, угрожая похожим на огнестрельное оружие предметом, требовал передать ему украшения из витрин. В общей сложности он похитил более 250 ювелирных изделий на сумму порядка 4 миллионов рублей. Практически сразу правоохранителям было ясно. Это не спонтанные вылазки, а детально продуманные преступления. Он менял костюм, надевал капюшон, прятал лицо от камер видеонаблюдения. И это было лишь частью конспирации. Сразу после налета в злоумышленник путал следы. Несколько раз менял автобусы и даже переезжал в другие регионы, где посуточно снимал жилье. Но даже при таком подходе его преступления далеки от идеала. И финал оказался предсказуем. Налетчика задержали, и теперь он ответит за разбойные нападения. Осталось лишь выяснить, куда мужчина сбывал награбленное. Максим Ларин, Константин Иванов, Петровка, 38. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. В Тверской области председателя правления инвестиционного кооператива подозревают в мошенничестве. За три года мужчина заключил 100 соглашений об инвестировании с фиксированным доходом. Аферист заранее знал, что условия соглашения выполнить не сможет. Таким образом, он присвоил более 80 миллионов рублей. Дома у подозреваемого и в офисах организации прошли обыски, изъяты документы. В Смоленской области таможенники вместе с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду рыбы на 5,5 миллионов рублей. Более 20 тонн замороженных брюшек форели по поддельным документам провезли в Россию из Белоруссии. Фиктивные документы оформила жительница Смоленска, она же отправитель и получатель товара. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных биоресурсов. Калининградские таможенники в элитной иномарке нашли тайник с боеприпасами и частями оружия. 50-летнего россиянина, ехавшего из Литвы, остановили на пункте пропуска. В багажнике в нише для динамика он спрятал 600 гильз для карабина, 2000 пуль и сотни деталей оружия. Арсенал весом 57 килограммов оценивается почти в 2 миллиона рублей. Водитель утверждал, что купил все это в охотничьем магазине для себя. На него составили административный протокол. В Новокузнецке водитель автобуса во время движения смотрел ролики на своем смартфоне. Один из пассажиров снял все на камеру, не написал об этом в социальных сетях. Полиция начала проверку. Вскоре стражу порядка установили нарушителя. Им оказался 55-летний приезжий из ближнего зарубежья. Мужчину доставили в отдел и оштрафовали. В Саратовской области водитель устроил гонки с полицейскими. Стражам порядка пришлось применить оружие. В городе Балаково инспекторы заметили машину, которая виляла по дороге. Требования об остановке водитель проигнорировал. Началась погоня. Останавливайся! 947, останавливайся! Лихач пытался оторваться от преследования. На полном ходу он вылетел на перекресток на красный сигнал светофора. Стал виновником ДТП и въехал в фонарный столб. Инспекторы попытались задержать гонщика, но тот снова нажал на педаль газа. Погнали, погнали! Пусти, быстрей! Злоумышленник выехал на федеральную трассу, где продолжил опасные маневры. Стрелять будем! Останавливайте! После предупредительных выстрелов полицейские открыли прицельную стрельбу по колесам. Но даже после того, как они пробили колесо машины нарушителя, тот все равно продолжил движение. Но в какой-то момент не справился с управлением и съехал на обочину. Гонщика задержали. Экспертиза показала, что мужчина был пьян. На него составили несколько административных протоколов и лишили прав. В Пермском крае поставлен рекорд. Но сами рекордсмены предпочли бы, чтобы об их достижениях никто никогда не узнал. Они готовились получить почти 400 миллионов рублей. Все, что для этого было нужно – продать более полутонны синтетического наркотика. Команда драгдилеров работала, не покладая рук. После того, как банда была обезврежена, потрудиться пришлось уже оперативникам, которые изъяли зелье, и следователям, которые возбудили уголовное дело. Сроки наркоторговцам тоже грозят рекордные. Юлия Ковалева обо всем по порядку. Лаборатория здесь. То есть этот дом использовался для производства? Для производства. Эта лаборатория на окраине Перми – первое звено преступной цепочки. В обычном частном доме запрещенное зелье изготавливалось в промышленных масштабах. А вот и подтверждение тому – аппарат для синтеза, канистры, колбы, респираторы. На полках – россыпь готового смертельного порошка. Трудился здесь один из участников группировки. Всего у участников преступного сообщества изъято 170 килограмм прекурсоров и 580 килограмм энметилофедрона, что является беспрецедентной партией для перского края. Ее стоимость на теневом рынке составляет 380 миллионов рублей. В группировку входило еще 7 человек. Жили они в разных регионах – в Свердловской и Самарской областях, Башкирии и Удмуртии. Но занимались одним делом – распространяли наркотики из лаборатории своего сообщника. Что за наркотическое вещество делали? Не знаете, где вы приобрели? Задержанный лукавит. Курьер он необычный. Мужчина – полноценный участник преступного сообщества и обо всем осведомлен. Свердки что на полюсе? Это очень трудно. Вот этот свердок. А вот его коллега. Еще одна машина и еще один наркокурьер. Полицейские вычислили и двух оптовых курьеров, которые доставляли в разные уголки страны крупные посылки до 13 килограммов синтетики. Всем задержанным придется отвечать за производство и сбыт наркотиков, а также за участие в преступном сообществе. Помимо этого, троих злоумышленников обвиняют в легализации преступных доходов. Более 14 миллионов рублей. Мужчинам грозят пожизненные сроки в колонии. Юлия Ковалева, Константин Кузнецов, Петровка, 38. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.